По факту ДТП в Волгограде, в результате которого погиб 4-летний ребенок и пострадали двое человек, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла 8 июля во второй половине дня. Наезд на пешеходов совершил молодой человек. За рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Слово Елене Лыковой. На проспекте Столетово в Красноармейском районе Волгограда, где произошло ДТП, цветы и игрушки. Автоаварию несла жизнь маленькой девочки. Ее мать и двоюродную сестру 14 лет с тяжелыми переловами доставили в больницу. Женщина с двумя детьми переходила дорогу в неустановленном для этого месте, когда на них на большой скорости выскочила иномарка. Свидетели поясняют, что скорость автомашины была около 90-100 км в час. Пытаясь уйти от столкновения, после наезда на пешеходов еще совершил столкновение с автомашиной «Хундай», которая следовала хлопутному направлению. Стал трогаться и услыхал, как сзади глист тормозов, удар, посмотрел в зеркало правого вида, бокового, гляжу, на меня машина летит. Остановился, он меня задел, и все, вот как бы я вышел. Девушка лежала рядом с своей машиной, а те пострадавшие были, вот впереди, и он их сбил. Виновник трагедии – 28-летний житель Волгограда. По его словам, пьяным за руль он сел из-за ссоры с девушкой. Перед этим пил пиво, коньяк и водку. Они прямо передо мной выскочили, получается, что одна женщина и девушка. Девушка как бы на обочину сказала тянуть ребенка, а женщина – на другую сторону. Получилось, что в этом маленьком за руль мне просто растянули ребенка. Я на том раз нажал, а становился на резком самогон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Всего с начала года в Волгоградской области произошло 41 ДТП, совершенное нетрезвыми водителями. Семь человек погибло, 55 получили ранения. В состоянии алкогольного опьянения задержано почти 3000 автовладельцев. Один из последних случаев в советском районе Волгограда. Полицейские остановили машину, водитель которой находился под действием наркотиков. К слову, за отказ от прохождения медосвидетельствования на сегодняшний день в регионе задержаны более 5000 владельцев транспортных средств.